И теперь информация о паводке. На реке Печора ледоход заканчивается, лед выносит по Печорской губе. Отмечается небольшой спад уровня воды ниже Нарьинмара. Такие данные представлены в гидрологическом бюллетене по состоянию на 16 часов текущего дня. По информации Объединенной гидромедстанции Нарьинмар, вскрывается река Воркута и верхнее течение реки Усы. В верхнем течении Колвы, на реке Адзви, реке Уса, на участке Петру-Нюсинск, реке Печора, на участке Мутный материк Чили-Юр наблюдается редкий ледоход. Вместе с тем, в регионе уже зафиксированы первые случаи, когда граждане оказались в ледовом плену. Ирина Никешина расскажет подробнее. Несмотря на то, что Печора еще полностью не очистилась от льда, жители региона спешат выехать на реку. Так, накануне вечером на поиски приключений отправились подростки. Пятеро несовершеннолетних решили покорить Качгартинскую курью с помощью плота. Возможности добраться до берега у них не было. Ребята испугались крепко. Подъехали, пересадили, получается, воздушную подушку, провели беседу. Весной, если произойдет падение в воду, смерть может быть мгновенной из-за самой температуры воды. Поэтому это все очень опасно. В ночь на вторник, 19 мая, помощь окружных спасателей понадобилась и охотникам. Шесть человек оказались заложниками ледяного плена. Произошел случай, это в Тундровом шаре, ниже по течению от поселка Нельминос. В два часа ночи поступило сообщение о том, что во льду зажато пять лодок и помощь требуется шестерым пострадавшим. Шесть человек нуждались в помощи в эвакуации. Также на воздушной подушке выехали к месту, где все это случилось. Действительно, оторвалось. Сначала получилось так, что одну лодку зажало лединой, и все другие бросились спасать, оказывать помощь. И в это время пришло еще одно ледовое поле, которое зажало все остальные лодки. Спасатели напоминают жителям региона об опасности выезда на реку в период ледохода. Под давлением льдин маломерное судно может получить значительные повреждения и затонуть. У нас, получается, тело ледохода в этом году из-за погодных условий растянулось действительно на сотни километров. То есть, если раньше было такое, что ледоход проходил, люди где-то ждали и выезжали, то в этом году, получается, одно ледовое поле прошло, более-менее вроде бы чисто, еще одно ледовое поле идет. И где, в какой момент, кого, когда застанет эти ледовые поля, предсказать невозможно. Что касается ледовой обстановки, на реке Печора, на участке Усть-Уса, Усть-Цильма, уровни воды на 110-180 сантиметров превышают норму максимальных уровней весеннего половодья. И на 64-109 сантиметров – неблагоприятные отметки, при которых происходят начальные затопления. В Великовисочном уровень воды вырос на 3 сантиметра и составил 790 сантиметров, при критической отметке – 735 сантиметров. В Оксино вода прибыла на 1 сантиметр. Ее уровень составляет 665 сантиметров. В Харутино-Азве редкий ледоход. Уровень воды – 691 сантиметр. В Харивире уровень воды – 731 сантиметр, редкий ледоход. На Ринмаре – 477 сантиметров чисто. Мы ждем вторую волну, которая в село Оксино ожидается 22 мая на отметках 730-750 сантиметров. И напоминаю, что неблагоприятное явление для села Оксино – 740 сантиметров. В порту на Ринмар мы ожидаем рост уровней воды примерно 22-23 мая на отметках 550-570 сантиметров. При неблагоприятной отметке для нашего города – 620. В связи с прохождением высокой половодной волны на реке Печора в границах Нао ожидаются разливы на пойме у населенных пунктов Тошвицка-Великовисочная. Напомню также, что речная навигация на территории региона официально закрыта. Ирина Никешина, Владислав Ткачев, Телеканал Север.